Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей Лав, и это такой будет небольшой ролик касаемо новости, которую разработчики выложили вчера. Она связана с грядущим мегаглобальным обновлением, которое выйдет 27-го числа под названием «Развязные рыбокрафты». Нам тут просто медовые реки обещают и пряниковые берега разработчики. Они, в общем-то, сообщают нам, что теперь будут просто нереальнейшие возможности и свободы к постройке, а также на картинке рисуются супер-мега-классные крафты, которые они где-то натырили, наверное, либо построили сами силами тех, кто строит всё время красивые крафты для картинок, но в игре вы видите всё равно однотипное говно, и картинкам верить совершенно не стоит. Но, тем не менее, теперь можно будет использовать все кубы для постройки суперкрутотени, теперь не будет лимитов в ЦПУ, я так подозреваю, и для соревнования каждый куб, как написано, будет больше значить для тех, кто именно вдрачивает, я так понимаю, именно в эффективность. И, в общем-то, ещё куча-куча... Ты, блин, проклятые наушники! Ещё куча всего, ребят! И всё это буквально меньше, чем через неделю. 27-ое, это уже понедельник. Ну, я уверен, что они его перенесут, этот патч, на вторник-среду. Ну да ладно, хрен с ним. Пусть будет понедельник. Посмотрим. Я, потому что последние несколько недель только и жду обновлений этого. И, собственно, анонс на этом заканчивается. Но, я хочу сказать очень-очень важную вещь. Ребят, вдумайтесь, сколько сейчас контента, сделанного разработчиками, не играет и не востребовано, или просто-напросто мусором валяется. Ну, наверное, где-то половина. Допустим, крылья. Вы видите крылатые крафты вообще где-нибудь? Да нигде их не используют ни одни скилловые игроки, или даже средние, никто не строит самолеты, из-за того, что стоит потерять одно крыло, а сделать это очень легко, даже два. Всё, вы уже не ходовой совершенно. Зато вертолеты просто-напросто играют дохрена и больше. Гелевые с кем-нибудь леталки, что угодно, но не самолеты. И их вводили, это был прям вау-эффект, когда их ввели, но потом это оказалось, что бесполезная шняга, если честно. И таких примеров в Робокрафте сейчас вагоны телега. Я очень сомневаюсь, что разработчики смогли за вот эти вот, ну, месяц или сколько они разрабатывали этот апдейт, с учетом того, что они ещё смотрели касательно того, какие идеи игрокам больше нравятся, какие идеи предложения игрокам меньше нравятся. Я очень сомневаюсь, что за этот срок они успели настолько всё хорошо заполировать, что вот этот апдейт 27-го числа выйдет и прям вообще будет обоссаться как классно. Я уверен, что будет просто хаос, нереальнейший хаос. Я уверен, будет много дисбаланса, нагибания, нытья бугурта, закапывания робота, то, что он сдох и прочего. Но это будет весело, я хотя бы на это рассчитываю, хотя бы парочку недель, а потом разработчики, может быть, что-то и допили, там, может быть, выпустят ещё какие-нибудь патчи. Лишь бы началась хоть какая-то движуха, потому что сейчас реально застой, и так с момента, как вытеснили меня со средних тиров, я к игре интерес не то чтобы потерял, но на десятых мне не так нравится играть, как раньше на седьмых, а значит зайти у меня стимула стало явно меньше, чем раньше. Я очень надеюсь, что хотя бы это вернётся, появятся какие-то новые крафты, новые механики, ну, в плане новые типы крафтов, которые хорошо будут играть, потому что их все повыпиливали, дротики, яйцелёты, яйцеснайперы, много чего было. Всё это вырезалось и стали просто кирпичный кирпич играть. Я очень надеюсь, что нечто вот в разнообразии действительно геймплей, и с точки зрения дизайна тоже можно будет что-то уже построить, может быть, никогда не виданное в Робокрафте доселе, но пока что у меня всё, ребят. Будем ждать скрестя пальцы, увидимся. Да, не забывайте писать комментарии и ставьте лайки.